Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Сегодня, 31 октября 2019 года, всё прогрессивное человечество празднует Хэллоуин. Но этот праздник, пришедший к нам с запада, имеет прямое отношение к шахматной игре. Речь идёт, конечно, о знаменитом гамбите Хэллоуин. Это очень острое, дерзкое начало в дебюте четырёх коней, которое поражает всякого, кто впервые с ним знакомится. Сегодня мы с вами рассмотрим очень острую, интересную партию. Красивый поединок, который был сыгран на чемпионате мира до 20 лет в далёком 2004 году. В этой партии играли известные ныне гроссмейстеры, да и в то время они, конечно же, уже показывали очень-очень высокий класс игры. Речь идёт об индийском шахматисте Дипе Сингупте и известнейшем армянском шахматисте Тигране Ливоновиче Петросяне. Напомню, что этот гроссмейстер – однофамилец знаменитого девятого чемпиона мира Тиграна Вартановича Петросяна. И как покажет данная партия, эту звучную шахматную фамилию Тигран Ливонович носит не зря. Поединок получился очень интересным, костяк комментариев я взял из прекрасной книги «Энциклопедия гамбитов» под авторством Мацукевича и Разуваева. Итак, в путь Е4 пошёл Сингупта, в ответ Е5, конь Ф3, конь Ф6. Русская партия, но белые здесь играют конь С3, в чёрной симметрично конь С6. Собственно, гамбит Хэллоуин получается после дерзкой жертвы коня всего за пешку, конь бьёт Е5. Понятно, основная идея белых. После конь бьёт Е5 сыграть Д4, получив подвижную пешечную массу в центре, очень быстро оттеснить оттуда чёрных коней. В итоге белые получают перевес в развитии, пространстве и сильную атаку на чёрного короля. Хотя, конечно, защитные возможности чёрных, имеющих лишнюю фигуру, здесь также достаточно велики. Интересно, что существует так называемый отложенный гамбит Хэллоуин, то есть белые могут не спешить брать на Е5 и сыграть очень хитро А3. И после возможного Ж6 уже здесь пожертвовать на Е5. Особенность такой трактовки дебюта состоит в том, что после конь Е5 Д4 у чёрных уже нет выбора. Им нужно отступать только на С6, так как поле Ж6 занято пешкой. После конь С6 Д5, конь Б8, Е5, конь Ж8. В этой красочной позиции белые уже имеют серьёзный перевес, несмотря на отсутствие фигуры. К этому положению пришла знаменитая партия Магнуса Калсона против финского мастера Сампсенюсти. Хельсинки 2002 год. Эту красивую партию мы с вами на канале Шахматы для Всех уже давно рассматривали. Она уже получила более 200 тысяч просмотров, несколько тысяч лайков. Кто эту замечательную партию не видел, как обычно, для вас ссылка в описании под видео. Но в нашем поединке Сингупта в этой ситуации не хотел играть Гамбит Хэллоуин, вернее не хотел его применять белыми. Он сыграл Ж3. Это так называемая система Глека в дебюте четырёх коней. Но здесь Тигран Петросян подумал, а почему бы мне не сыграть Гамбит Хэллоуин и забрал конём на Е4. Таким образом у нас получился обратный Гамбит Хэллоуин, либо же Гамбит Хэллоуин во второй руке. Нечего здесь белым делать, нужно забирать коня на Е4. После Д5, конь С3, Д4, конь Е4, Ф5. Белый конь мечется, как загнанный зверь. Конь Е, Ж5, Е4. Достается и его собрату С4. Белые вынуждены отдать фигуру обратно, но контратакуют пункт Ф7. После взятия в этой позиции, которая случилась в партии маститых гроссмейстеров Ильи Смирина и Бартоломея Мачея в том же 2004 году, белые просто забрали на Ф3. После ФЕ7, КФ1, СЕ6 и Д3. Взяли-взяли ФД7, КЖ2. 3-0. Получилась примерно равная позиция. Партия на 24 ходу закончилась в ничью. Но в нашем поединке все интересные события еще впереди. Белые тут не удержались и дали шах, лишив соперника рокировки. КД7 отошел Тигран Петросян. Путь черного короля в этой партии только начинается. Слон Е6, КЕ8, Слон Ф7. Ну и здесь, конечно, армянский гроссмейстер не захотел заканчивать партию повторением ходов и ничьей. И сыграл КЕ7. Восклицательный знак за смелость и чувство момента. В этой позиции лучшим решением было бы Слон С4, держа под контролем пункт Д3. Но Сингупта отошел своим слоном подальше. На Б3, где он защищен пешками и стоит надежно. А черные играют своим королем. В КФ6 сыграл Тигран Петросян на такое коня Ж5. Конечно, в этой позиции можно было пойти в Д3, защитив коня слоном. Но дальше партия получалась весьма пресной. Ферзь Е8, КФ1. Ферзь Е2, лучшее решение за черных. Взяли, взяли, скушали. КФ6, и в этой позиции ход КФ7 приносит беды только белым. После ладья Х7 можно сыграть Ж6 и скушать на Ф7. Поэтому лучше всего отойти назад. Слон С5, получается вот такое примерно равное многофигурное окончание. Но белые сыграли иначе. КФ7, вилочка, Ферзь Е8, шаг, КФ1 и Д3. Вот здесь сказывается тот факт, что поле Д3 контролирует только белая пешка. Если забрать ладью на Х8, которая была пожертвована ходом Д3, то черные выигрывают после очень красивого Ф4. Идея дать шаг на Х3. И действительно, эта угроза очень опасна. Например, если забрать пешку, то после СНХ3, КГ1, проще всего КД4. С угрозой КЕ2, в то же время конь защитил пешку на Ф3 и белым в пору сдаваться. Поэтому обязательно отнять поле Х3 у черного слона. Например, поставив туда пешку. И после КД4, Ж4, ФЕ2. Посмотрите, черные атакуют даже в эншпиле. Взяли, съели. На Е1 ходить нельзя, ввиду красивого мата конем и пешками. Но если отойти на Ж2, нужно постоянно следить за этой пешкой Е2. Ф3, шаг, КГ3, слон Д6, КХ4. В этом варианте побегать приходится и белому королю. И после Ж5, КХ5, слон Д7. Угрозы черных здесь являются решающими. Конь под боем, слон Е8 угрожает. Пешка Е2 никуда не делась. Черные в удобный момент могут и на С2 шлепнуть. В общем, здесь у белых уже проиграно. Поэтому здесь Сенгупта сыграл ферзь, бьет Ф3. Уничтожил одну опасную пешку соперника. И после КД4 съел и вторую. Конь бьет Б3. В этой позиции взятие на Б3 приводило просто к потере фигуры. Король бьет Ф7. Посмотрите, у черных два слона, а у белых один. Говорить здесь не о чем. Поэтому белые продолжают забирать фигуры соперника. Конь бьет Х8. Объективно говоря, здесь взятие на А1 было сильнейшим продолжением. Но все же в этой партии случились более интересные события, чем простые размены ладей. Ферзь С6. Сохраняя возможность взять как ладью А1, так и получая возможность забрать ладью на А1. Что же делать? В этой позиции за белых сильнейшим было взятие на Б3. Правда, после ферзь Х1, король Е2, слон Е6. Черные развиваются, нападая на фигуры соперника. Ферзь С3, король Е7, ферзь С7, король Е8. Король черных вернулся на начальную позицию. Шахи у белых закончились. Ферзь Е5. И дальше переход в эншпиль. Шах. Взяли-взяли. Б3. Слон Е7, слон Б2, слон Ф6. Скушали-съели. Конечно, в этой позиции конь рано или поздно будет потерян. Вопрос лишь в том, сумеют ли белые забрать большое количество черных пешек, чтобы получить достаточную компенсацию за утраченную фигуру. Скорее всего, нет, но это было меньшее из зол для белых. А в партии Сингупта пошел король Ж1, защитив ладью, но тем самым абсолютно ее обездвижив. Конь бьет А1, Б3, ферзь С2, ферзь Д4. Белые также не прочь поатаковать короля соперника. Король Е6, ферзь А1, слон Д7 и слон Б2. Слон С6. Конечно, в такой ситуации белопольник черных является очень опасной фигурой. Н3 сыграли здесь белые. И в данной позиции ход ферзь Е4 был, конечно же, интересен. Но тогда ладья Н2. И белые отражают непосредственные угрозы соперника. Поэтому слон С5. Черные развивают и чернопольного слона. Взятие на Ж7. Сейчас белые получили возможность дать шаг ферзем с поля Е5, либо Ф6. Но черные первыми наносят мощный удар. Слон бьет Ф2. Если забрать этого слона, то ферзь Д2, король Ф1, ферзь Ж2. И черные одну за другой забирают обе тяжелые фигуры соперника. Король Е1. Взяли на Аш1. И теряется Ферзь. Поэтому, конечно же, король Х2. Жертву принимать нельзя. И Тигран Петросян имел все шансы закончить на мажорной ноте эту партию, если бы он пошел слон бьет Ж3. Нужно было до конца отдавать этого слона Камикадзе. После король Ж3. Ферзь Д3. Очень красивая геометрия. Отличное взаимодействие Ферзя и слона черных. Король Х4. И самое точное Ферзь Д8. Возможно, этого шага не заметил Петросян. Иначе он сыграл бы слон бьет Ж3. Король Ж3. Ферзь Ж5. Король Ф2. Забрали. Черные получили доступ к полю Ж2. На ход Король Ж3 лучше всего пойти Ферзь Е3. И на Король Х4. Ферзь Ф4. Король Х5. И мат с помощью слона. Но здесь армянский гроссмейстер выпускает весь свой перевес ходом Ферзь Е4. Позволяет дать шаг белым. И после Король Д5. Вот тут уже индийскому шахматисту нужно было найти лучшее решение. После ладья Ф1 вся борьба впереди. Слон под боем и точнейшим решением за черных. Которое позволяет уже удержать равенство. Было Король Ц5. Единственный ход, который позволяет наладить взаимодействие белопольника и Ферзя. Брать чернопольного слона нельзя ввиду мата на H1. А что же делать? Переходить в Эншпиль. Ферзь Е5 взяли-взяли. И в этом монографируемом окончании шансы сторон примерно равны. Но индийский гроссмейстер в этой партии ошибается последним. Он играет ладья С1. Очень амбициозный ход. Но ладья Е8. Ладья С4. И в этой позиции Сингупта просмотрел отличный удар. Слон Ж1, который и был исполнен. Все-таки чернопольник отдал себя в жертву. И обеспечил таким образом мат королю соперника. Сингупта сдался моментально. Дело в том, что после Король бьет Ж1. Последует Ферзь Е1. На ход Король Ж2 атака ладьей. Ну и дальше на Король Ф3 очевидная Ферзь Е2 мат. Вот такая отличная острейшая партия в обратном гэмбите Хэллоуин. Черные атаковали в этом поединке неистово. Но все же давали возможность поатаковать и сопернику. В итоге в этой партии победил шахматист, который ошибся предпоследним. Надеюсь, что этот поединок вам понравился. В этом случае не забывайте ставить лайки. Подписывайтесь на канал Шахмата для Всех. Оставляйте свои комментарии. Спасибо за внимание. До свидания.